Вопреки расхожему мнению, Йом-Кипур у евреев это не совсем судный день. Судный день — это Роша-Шана, Йом-Кипур — это Йом-Капара, Кипур — это Капара, искупление. Это день искупления. И если Роша-Шана — это праздник, в который еврейский народ повзлашает Всевышнего своим царем. И в сам праздник Роша-Шана, несмотря на то, что в течение целого месяца до этого евреи стучат себя кулаком в грудь, и говорят покаянную молитву «ведуй», и раскаиваются, и перечисляют свои грехи, и в сам праздник Роша-Шана наши грехи отступают как бы в сторону, и о них не говорится практически. Мы все время говорим о том, что Всевышний он царь, он правил, он правит и он будет править. Это как человек, который в день, когда приезжает какой-то большой генерал, устраивает смотр, выкрашивает все, что можно выкрасить, выскабливает все, что можно выскаблить, становится о фрунт и рапортует. И дальше уже приедут комиссии, капитаны, майоры, будут проводить ревизию, смотреть, чего не хватает в шкафах, чего не хватает на склады, сколько пастыней украли, сколько там документов пустили на самокрутки, и так далее, и так далее. Этим все будут заниматься потом. Сейчас надо встретить генерала, показать генералу, что часть боеспособна, что солдаты стоят на вытяжку, что все едят начальство глазами и знают, что начальство это начальство. Ашем Мелех, Ашем Аллах, Ашем Лох, Левлам Вае, это Всевышний царь, Всевышний царствует, Всевышний будет царствовать в веки веков. Это рефрем, праздник Росшана. Напротив того, Йом-Кипур, это день, когда мы стараемся найти все свои недостатки и отчитаться за них, стараемся их исправить и сделать шву. Написано, что есть митсва, на которой сказано в Торе, что она недалека от нас, и на небесах, и не за морем, и что в наших руках, и в наших устах сделать ее. Это митсва, это и есть митсва тшувы. Тшува — это раскаяние. Только от того человека зависит, на самом деле, раскается он или нет, исправит ли он свои грехи или нет. Исправление грехов в юридическом понимании — это не просто декларация, а это реально исправление тех плохих вещей, которые он причинил, прежде всего, другим людям. И пока человек не просит прощения, не добьется прощения у того, кому он навредил, ни Йом-Кипур, ни раскаяние, ни даже сам Всевышний его не извиняет. И необходимо, чтобы человек приложил бы все усилия, чтобы исправить, прежде всего, грехи между человеком и человеком. Но, кроме того, есть еще и грехи между человеком и Всевышним. И поэтому в Йом-Кипур мы постимся, мы читаем очень тяжелые покаянные молитвы этот день, мы его справляем как шаббат, но за исключением того, что мы не устраиваем шаббатную трапезу. Йом-Кипур — это один из тяжелых постов, это пост, который длится 26 часов, и в этот пост пост постятся почти все те категории людей, которые обычно не постятся, за исключением людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Таким людям, конечно же, поститься нельзя, и тогда в Йом-Кипур они делают кедуш и устраивают трапезу, хотя и не шикарную трапезу, а скромную, но, тем не менее, такие люди, конечно же, должны сохранять жизнь, потому что написано в Торе Вэхай Бээм Вэло Емуд Бээм, что человек должен жить этими заповедями, а не умирать из-за них.